Ну что, давайте продолжать обсуждать всякие разные типы дифференциальных уравнений. И в прошлый раз мы говорили про уравнение напрямой, ну и в частности мы говорили про частный случай, а именно автономные уравнения напрямой, и научились их решать. Ну вот, к сожалению, автономным уравнением напрямой дело не исчерпывается, и во многих случаях нам интересны либо не автономные уравнения, либо уравнения не напрямой, а с каким-то большим фазовым пространством. И давайте поговорим как раз про этот второй случай, значит, уравнение с многомерными фазовыми пространствами. И первое, что я хотел сказать, это привести такой пример, такую задачку, задачка Николая Николаевского Константинова, которая вообще не про дифференциальное уравнение, но зато про фазовое пространство, если на нее правильным образом посмотреть. Давайте я эту задачу сформулирую. Она такая. Вот, допустим, что у нас есть два города. Город А и город Б. И у нас есть две дороги, которые ведут из города А в город Б. Значит, вот у меня есть одна дорога. Давайте я их как-нибудь похитрее нарисую. Какая-нибудь вот такая. И, значит, вот эта дорога номер один. И еще у меня есть дорога номер два, которая как-нибудь вот так вот ведет себя. Могут пересекаться. В общем, как угодно. Значит, вот эта дорога номер два. И дальше нам про эти дороги ничего не известно. Как видите, я их нарисовал такими довольно замысловатыми. Ну, вот единственное, что нам известно, это то, что... Да, давайте считать, что вот там, где у меня дороги пересекаются, давайте считать, что там развязки. Что мы не можем перейти с одной дороги на другую. И даже более того, не можем... Вот как бы вот в этом вот месте, если мы идем, например, отсюда, то мы обязаны дальше двигаться вот сюда. То есть мы не можем... Это не перекресток, а это именно развязка. Или можете считать, что у дорог нет каких-нибудь там самопересечений. Условие такое. Мы знаем, что в какой-то момент из города А в город Б вышли два человека. И они двигались таким образом, что первый человек двигался по одной дороге, а другой человек двигался по другой дороге. И вот как-то вот они двигались. Так что в конце концов оказались оба в городе Б. И при этом между ними в любой момент времени была натянута веревочка длины, допустим, один метр. Как они движутся, совершенно про это ничего не сказано. Как угодно. Они могут останавливаться, двигаться назад, ждать друг друга, что угодно. Каждый по своей дороге. Единственное, что известно, что каждый движется по своей дороге. И известно, что между ними... Давайте я так скажу. Они связаны веревочкой. Длины один метр. И известно, что им удалось дойти таким образом до города Б. А теперь вопрос такой. Допустим, что на следующий день, после того, как они совершили это путешествие по тем же самым дорогам, выехали два ВОЗа. Значит, у нас есть один ВОЗ, который движется по дороге номер один. И движется он из пункта А в пункт Б. ВОЗы мы считаем такими... Если на них сверху посмотреть, то будем считать, что это просто круг. У ВОЗа как бы есть центр. И вот там на нем такая капна сена. Так что если сверху смотреть, то это просто круг. Значит, вот у нас один ВОЗ поехал из города А в город Б по дороге номер... У меня получилось по дороге номер два. А другой ВОЗ поехал из... Наоборот, из города Б в город А. И, значит, он поехал по дороге номер один. Ну, и, соответственно, первый ВОЗ хочет достигнуть города Б, а второй ВОЗ хочет достигнуть города А. Вопрос такой. Значит, разминутся ли эти ВОЗы? Если считать, что у них, допустим, радиус... Ну, скажем, 0,6 метров. Понятные условия? То есть, как бы, вот эта часть, это некоторые утверждения про то, как дороги устроены, про то, как они там друг относительно друга лежат. Дальше, учитывая вот это утверждение, нам нужно ответить на вопрос, могут ли эти ВОЗы проехать так, что один по одной дороге проедет отсюда сюда, а другой, наоборот, проедет отсюда сюда, по другой дороге. Какие есть идеи? Как такую задачку решать? Понятные условия? Да, условия, понятно. Есть какие-нибудь идеи? Ну, для начала, как вы думаете, какой ответ? Чисто интуитивно, что не проедут. Ну да, кажется, что не проедут. Кажется, что не проедут. Да, хорошо. Теперь давайте подумаем, как этот ответ обосновать. Почему они не проедут? Получается, что у нас всегда расстояние между дорогами будет один метр? Что такое расстояние между дорогами? Это две кривые. Как вы определите расстояние между двоя кривыми? Вот это уже хороший вопрос. Может быть, как-нибудь можно вспомнить длину дуги кривой, но тут вряд ли это можно использовать. Ну да. Чтобы они разминулись, нужно, чтобы найти две точки по одной на каждой кривой, между которыми расстояние больше 1,2 метра. Нет, но это всегда возможно. Вот одна точка здесь, а другая точка где-нибудь вот здесь. Сейчас. Вот одна точка здесь, а другая точка вот здесь. А, ну, в смысле, они тоже едут одновременно с равными скоростями, да? Не обязательно. Вот про скорость я ничего не говорил. Я говорю, они могут ехать как угодно. Они могут останавливаться в каком-то месте дороги, попытаться пропустить другого. То есть, может быть, один хочет остановиться в каком-нибудь таком месте дороги, где ему было бы удобно пропустить другого. Вот они могут как угодно координировать свои действия. Вот единственное, что мы говорим, это мы говорим, что они обязаны ехать по дороге, ну, вот как бы только в направлении либо вперед, либо назад. То есть вот на таком, допустим, перекрестке они не могут повернуть. Они могут только вот так вот проехать, а потом вот так вот. То есть как бы дороги – это просто отрезки как-то нарисованные на плоскости. В каком случае, кажется, что если есть как-то один участок, где они могут разминуться, то они могут рассунуться на всем? Ну, непонятно, нет, ну, не факт. То есть, например, понятно, что вот здесь вот при подъезде к городу А тут вот они не могут одновременно находиться достаточно близко к городу А, просто потому что там действительно дороги очень близко проходят друг к другу, потому что они в конечном итоге должны въехать в одну и ту же точку. Поэтому, скажем, вот здесь вот как бы и обязательно будет столкновение. Но может такое быть, что вот где-то в другом месте у нас такого столкновения не будет. Наверное. Идея про расстояние между дорогами. Просто оно кажется, что всегда не больше, чем один метр. То есть, грубо говоря, если мы, допустим, перпендикуляры к двум дорогам, там будет всегда не больше, чем один метр в любой точке. Да, но вам важно, что вы как бы тут нужно еще как-то время учитывать. То есть, понятно, что да, но перпендикуляр, не больше одного метра. Мне кажется, может, не перпендикуляр, а то, что если мы возьмем произвольную точку на каждый прямой, то в круге радиусом один метр будет какая-то точка с другой этой кривой. Ну, какая-то будет, а какой-то другой не будет. Наверное, хочется найти его среди всех расположений ВОЗов, пока они движутся, ровно одно, где они повторяют расположение двух человек. Да, вот это как раз ключевая идея. Да, хочется сказать, что как бы ни двигались наши вот эти вот два товарища, давайте считать, что это Ромео и Джульетта, связанные веревочкой для пущей романтики, как бы они ни двигались, в какой-то момент окажется так, что наши ВОЗы, опять же, тоже как бы они ни двигались, окажутся вот ровно в том же самом положении. Один будет на месте Ромео, другой будет на месте Джульетты. И тогда это будет, конечно, противоречить тому, что они разрезаются, потому что тогда, если мы говорим, что у них радиус 0,6 метров, а расстояние между Ромео и Джульетты было меньше одного метра, значит, в этот момент будет явно столкновение. Остается доказать как-то, что они действительно будут в таком положении. Наверное, можно что-нибудь порисовать, там отложить эти дороги по разным осям, например. Вот, да, да. Сергей прав. Как раз нам нужно как бы ввести вот в этой задачи, ввести то, что называется фазовое пространство. То есть что такое фазовое пространство? Ну вот если у вас есть какая-то... Допустим, что расстояние от А до Б по первой дороге это единичка, по второй тоже единичка, и построить, получается, какую-то кривую, которая показывает, что на этой кривой расстояние ровно единичка. Ну, или сколько там была ровка? Ну, на самом деле можно просто сделать так. Значит, вот у нас есть по одной оси. Пусть будет дорога номер один. Значит, вот это пункт А, вот это пункт Б. А по другой оси пусть будет дорога номер два. Это тоже пункт А, пункт Б. Значит, вот такой вот квадрат. Ну, давайте считать, что у меня просто вот на вот этой вот оси откладывается просто расстояние до города А для какой-то точки. И по этой оси тоже откладывается расстояние какой-то другой точки до города А, уже по другой дороге. И тогда, если я возьму какую-то точку в этом квадрате, то она будет кодировать пару точек вот на этой картинке. Одна точка на одной дороге, другая точка на другой дороге. Как будет выглядеть на вот этой картинке в фазовом пространстве? Как будет выглядеть история про Ромео и Джульетту? Значит, мы вышли, обе точки вышли из пункта А и дошли до пункта Б. Чему это будет соответствовать здесь? Какая-то кривая из нижнего левого в верхний правый угол. Да, это будет какая-то кривая, которая пройдет как-то вот так. Я как бы не совсем понятен, как именно она пройдет, потому что мы не знаем, как именно они там двигались. Она может идти более-менее как угодно. Но что мы знаем, что она остается внутри этого квадрата, и что она соединяет левый нижний угол с правым верхним. Левый нижний угол соответствует моменту, когда обе точки находятся в пункте А, а правый верхний, когда обе точки находятся в пункте Б. История с вазами – это что такое? Да. Ну, по аналогии другие два угла соединяются. Да, сейчас только нужно понять, из какого мы выходим. Значит, я сказал, что та штука, которая идет, тот ваз, который идет по дороге номер 2, стартует в точке А. Значит, мы стартуем. Стартуем мы где? Видимо, в левом, в правом. Потому что координаты будут в А. Да, видимо, вот так вот мы стартуем. Значит, у двойки, значит, у той точки, которая движется по два координата, значение координаты в точке А и наоборот. И движемся мы наоборот как-то вот так вот. И дальше, ну, на самом деле, вот после того, как я вот это дело визуализировал, таким образом с помощью фазового пространства, становится видно, что обязательно точка, в которой положение вазов совпадает с вчерашним положением Ромео и Джульетта, обязательно найдется. Потому что вот эти две кривые, вот эта кривая и вот эта кривая, они обязаны пересечься. На самом деле, аккуратное утверждение про то, что они обязаны пересечься, оно существенно нетривиально. Это теорема Жордана, которая говорит, что если у вас есть две спрямляемые кривые, формулировка такая, что замкнутая спрямляемая кривая делит плоскость на две области. Например, вот если я нарисую вот эту кривую и добавлю к ней вот эту штуку и вот эту штуку, то у меня будет как бы вот эта вот внутренняя область и внешняя область. И невозможно из внешней области попасть во внутреннюю область, не пересекая границу. Вот. Ну, в общем, это уже какая-то топология начинается. Но вот как бы я не хочу сейчас подробнее в эту тему погружаться. Но я хочу продемонстрировать, что вот эта картинка, она, по крайней мере, на визуальном уровне мгновенно показывает, что действительно такая точка найдется, и действительно ответа в этой задаче нет. Не смогут они разминуться. Вот. Так что в этой задаче никаких дифференциальных уравнений нет, но есть движение и есть фазовое пространство. Почему я говорю, что это фазовое пространство? Потому что идея фазового пространства в том, что у вас может быть какая-то сложная система, в которой есть какое-то количество как-то, ну, там, есть разные объекты, каждый из которых может быть в каком-то разном состоянии. А фазовое пространство – это такая штука, у которой одна точка соответствует положению всей системы в фиксированном момент времени. То есть в данном случае у нас одна точка вот здесь, в этом квадрате, соответствует положению, допустим, двух фазов или положению двух людей на этих двух дорогах. Вот. Ну вот, такая история. И давайте теперь поговорим про дифференциальные уравнения, которые заданы вам в каких-то многомерных воздух-пространствах. Значит, давайте я напомню, что если у нас есть дифференциальные уравнения, и x-точка равняется f от t, x, и x от t принадлежит какому-то пространству rn, тогда, значит, как у нас будет устроена вся жизнь? Значит, во-первых, можно нарисовать вот такие картинки, можно нарисовать то, что называется расширенным фазовым пространством. Значит, вот здесь у меня будут координаты x1 и так далее, xn. Значит, вот такие вот плоскости – это будут экземпляры фазового пространства. Значит, вот эта штука – это фазовое пространство. И если я рассматриваю решение этого уравнения, то решение – это отображение из r или из каких-то промежутков r в это расширенное фазовое пространство. Соответственно, если я смотрю на график этой штуки, то графиком является просто вот какая-то штука, такая кривая. Но поскольку это график, то эта кривая должна пересекаться с каждой вот такой плоскостью ровно в одной точке. И вот эта кривая, если это решение, то есть если это x равняется φ от t, если это решение нашего уравнения… давайте я как-нибудь напишу. То сама вот эта кривая называется интегральной кривой. А вот это пространство, в котором оно живет, а именно Декартово произведение фазового пространства на ось времени. Здесь будет жить x, а тут будет жить t. Эта штука называется расширенное фазовое пространство. Давайте я приведу какой-нибудь пример, какую-нибудь систему, у которой есть, у которой нетривиальное фазовое пространство. Значит, вот мы обсуждали мультезианский рост популяции, и там у нас был один вид, и мы отслеживали, сколько у нас представителей этого вида сейчас есть в экосистеме. Следующий шаг – это продумать, как может выглядеть взаимодействие нескольких видов. И классическая модель здесь, это называется система лодки Вольтерры. Это модель взаимодействия хищников и жертв. Значит, у нас есть какое-то количество хищников и какое-то количество жертв. Давайте считать, что у меня, например, x от t – это количество хищников. Давайте считать, что это количество лис. y от t – это количество кроликов. Ну, в какой-то момент времени – t. И дальше дифференциальное уравнение, которое здесь возникает, оно записывается таким образом. Значит, во-первых, давайте посмотрим на… Сейчас, давайте я проверю, что я использую те же обозначения, которые у меня в других источниках, чтобы не возникала потом путаница. Потому что я, естественно, всегда забываю, какой буквы обозначать. Да, все правильно. x числа лис и y числа кроликов. Значит, давайте посмотрим сначала на кроликов. Значит, кролики устроены так. Во-первых, если лис вообще нету, то у кроликов очень хорошая жизнь, и они плодятся по мультезионскому закону. y с точкой равняется ky, где k – какой-то положительный параметр. Но если появляются лисы, тогда жизнь становится не такой приятной. А именно, лисы время от времени едят кроликов. Как-то не печально. И происходит это, ну, как бы можно моделировать это так, что вот у нас есть лес. В лесу время от времени происходит встреча лис с кроликами. Что можно сказать про вероятность встречи лисы и кролика? Например, если у нас кроликов мало, и лис мало, то эти встречи проходят редко. Просто потому, что лисе нужно целый день бегать, чтобы найти хоть одного кролика, если там всего один. Что можно сказать дальше? Как эта вероятность зависит от количества кроликов и количества лис? Положительно зависит от обоих. Положительно зависит от обоих. Положительно зависит от обоих. Да, возрастает. И при возрастании кроликов, при возрастании лис. Ну, поэтому проще всего это замоделировать просто произведением X, A, Y. И дальше мы знаем, что каждая такая встреча, она с некоторой вероятностью печально заканчивается для кроликов, и поэтому эта слагаемая вносит отрицательный вклад в скорость прироста кроликов. Но с лисами все наоборот. Лисы устроены так, что если кроликов нету, то им живется очень плохо, и они постепенно вымирают. Значит, здесь есть какой-то коэффициент минус LX. Наоборот, если лиса встречается с кроликом, то лиса получает заряд бодрости на весь день, и это увеличивает вероятность ее выживания и того, что она стоит потомством. Поэтому здесь XY дает положительный вклад, но тоже с каким-то коэффициентом. Значит, вот все коэффициенты, которые я тут написал, они все просто положительные числа. И у нас возникает вот такая система. Соответственно, какая размерность фазового пространства здесь? Обычного 2. Да, значит, просто фазовое пространство размерности 2. То есть мы могли просто сказать, что вот у нас есть фазовая переменная, допустим, Z, она просто двумерный вектор XY. То есть у нас есть функция Z от T, которая есть X от T, Y от T. И можно было бы сказать, что у меня есть какая-то функция F от Z, которая есть вот такая штука. Соответственно, она просто двухкомпонентная. Ну и устроена она так, как написано. То есть у меня F. Ну давайте я даже дополнительно скажу, что F зависит не только от Z, но и от времени, хотя она не зависит от времени. Значит, F у меня будет отображением из расширенного фазового пространства в фазовое пространство. И тогда мое уравнение просто записывается в виде Z с точкой равняется F от TZ. То есть как бы одно уравнение с двумерным, с двумерным, относительно двумерного вектора, относительно двумерный вектор функции, это все равно, что система из двух дифференциальных уровней. Это просто одно и то же. Давайте я здесь тоже RT поставлю на первое место для последовательности. Вот. Хорошо. Давайте я еще одну штуку покажу. Допустим, что у меня есть дифференциальное уравнение, которое является неавтономным в какой-нибудь размерности. Допустим, у меня есть дифференциальное уравнение X точка равняется F от TX. X от T принадлежит Rn. Я хочу сказать, что на самом деле я мог бы, изменив фазовое пространство, я мог бы сделать это уравнение автономным. Как это можно сделать? Вот здесь тот факт, что это уравнение неавтономное, связан с тем, что оно зависит от времени явно. Значит, это неавтономное уравнение. А как сделать его автономным? Сделать его, это, конечно, немножко громко сказано. Конкретно это уравнение, уж какое есть, такое есть. Но, тем не менее, как получить автономное уравнение, у которого будут свойства, тесно связано со свойствием вот этого уравнения. Не скиньте идеи. Значит, чем отличается автономное уравнение от неавтономных? У неавтономных уравнений в правой части зависит не только от фазовых переменных, но и от времени явно. Можем ли мы как-то... Понятно, что от этой зависимости от времени никуда не деться, но, может быть, мы можем как-то переписать это так, чтобы у нас сохранилась бы только зависимость от фазовых переменных, возможно, изменив фазовое пространство. Можно положить вектор tx как z. Ну, и мы знаем то, что t с точкой равно 1. Да, давайте просто добавим фазовую переменную. Давайте скажем, что у меня теперь есть z, это пара, допустим, x, y, и уравнение на z устроено так. Значит, x с точкой, это есть f от y к x, а y с точкой чему равняется? Единицы. Значит, y у меня выполняет... y теперь стала фазовой переменной, на нее есть собственное уравнение, но при этом понятно, что если на нее есть уравнение y с точки равняется 1, то гарантируется, что y – это просто время. y от t равняется t плюс t0. Вот. И так в некотором смысле можно свести анализ неавтономных уравнений к анализу автономных. понятно, что как бы это не всегда то, чего мы на самом деле хотим, потому что все-таки у нас уравнение получается другое. но, по крайней мере, это в какой-то мере дает мне дает мне такое моральное ощущение моральной правоты в том, что большая часть дальнейшего изложения будет посвящена как раз автономным уравнениям. Но на самом деле я сейчас сформулирую еще одну теорему, которая связывает автономные и неавтономные уравнения. Эта теорема будет очень важной. Но давайте, прежде чем я это сделал, давайте еще одну штуку хотел показать. Давайте посмотрим на уравнение высокого порядка. Вот, допустим, у меня есть какое-нибудь вот такое уравнение. x с двумя точками равняется, ну, скажем, минус g. Это уравнение свободного падения. Как сделать... Значит, оно уже автономное, но я хочу из него сделать уравнение первого порядка. То есть так, чтобы там встречалась только первая производная. Опять же, может быть, поменяв пространство значений нашей фазовой переменной. Есть идеи? Нет. Ну, это то же самое, что x с одной точкой равно минус g на t. И там t условно говорим, что это y какой-то. И у нас x с звездочкой это f от... ну, это вы знаете, как оно решается. x y. Ну, хорошо. Это вы знаете, как оно решается. Давайте создавить какое-нибудь более сложное уравнение. Вот такое, например. Это уравнение маятника. Ну, не маятника, скорее осциллятора. мы про него еще будем говорить. Ну, вот давайте я предложу придумать какой-нибудь способ, как из любого уравнения такого вида сделать уравнение первого порядка. Ну, может быть, x с двумя точками равно y с точкой, всегда y с точкой равно минус g. А, нет. Ну, надо что-то такое сделать, чтобы добавить какой-нибудь y, который выражался бы через x с двумя точками. Скорее даже y с точкой и заменить его и получать система. Да, вот хочется сделать какую-то систему. Ну, видимо, можно просто сделать y равно... Сейчас. x с точкой равно y и они друг через друга выражаются тогда. x с точкой равняется y. Ну, вот, например, первую систему я переделываю. У меня была вот такая штука, а я из нее делаю вот такую штуку. x с точкой равняется y, а y с точкой тогда чем уравняется? Ну, как раз-таки минус kx. Ну, вот из той первой системы она будет минус g, а вот из второй системы она будет как раз минус kx, да. Значит, x с точкой равняется y, y с точкой равняется минус kx. То есть, видно, на самом деле, что вот такое вот уравнение второго порядка, оно переделывается, опять же, путем увеличения размерности фазового пространства, оно переделывается в систему из уравнений, систему уравнений первого порядка. Ну, короче говоря, я хочу обосновать хотя бы на неформальном уровне тот факт, что в дальнейшем мы будем особенно активно изучать системы уравнений первого порядка, но, возможно, в пространствах размерности не один, а какой-то больше. Потому что в конечном итоге по крайней мере вот такие вот системы, к ним действительно прекрасным образом сходятся. вот. Да, давайте теперь поговорим про автономное уравнение с многомерным фазовым пространством. Значит, давайте я введу такой новый объект. Ну, вот смотрите, пусть у меня есть уравнение x точка равняется, давайте я буду писать v от x, потому что v это в общем такая хорошая здесь буква, может быть это velocity, может быть это вектор, в общем хорошая буква. Значит, и у меня x от t принадлежит rn. Ну, давайте я буду рисовать картинки, когда n равняется 2. В разных областях математики слово много может обозначать разное, в нашем случае слово много будет обозначать 2 и больше. Значит, тогда можно сделать такую вещь. Смотрите, ну, вот у нас есть интегральные кривые, допустим, вот это t, здесь у нас будет наш x. вот это интегральная кривая. А можно теперь сделать такую штуку, можно забыть про с времени и спроектировать интегральную кривую на фазовое пространство. Получается какая-нибудь вот такая вот штука, какая-то тоже кривая. Значит, это просто проекция интегральной кривой на фазовое пространство. Кто знает, как вот эта штука называется? Вот пусть у меня вот эта штука, это график x равняется f от t. Как тогда называется вот эта вот вещь? Проекция интегральной кривой на фазовое пространство. Ну, смотрите, фи от t это вектор функции. Это отображение из r в r вектор функции. Какие вы знаете способы визуализировать вектор функции? Вот можно график нарисовать. А что еще можно сделать? не рассказывали вам на многомерном мотане? На самом деле вот эта штука называется траекторией вектор функции. Значит, вот эта штука называется траектория. И в нашем случае мы тоже будем называть эту штуку траекторией дифференциального уравнения. извините, векторная диаграмма это что-то совсем другое. Векторная диаграмма это что-то совсем другое. Векторная диаграмма? Я не знаю, что такое векторная диаграмма. Есть векторное поле, которое мы сейчас введем? Это из физики. Это из физики. А нет, про физику я могу не знать, какой терминологии. Значит, ну, то есть, смотрите, давайте я какой-нибудь пример приведу. Вот, допустим, у меня такая система. x-точка равняется, скажем, x, а y-точка равняется, скажем, 2y. Или хотя давайте, может быть, даже возьмем систему, которую мы уже рассматривали, а именно наше падение. Вот у меня была вот такая вот штука, x с двумя точками равняется минус g. И дальше я ее переписываю, как x-точка равняется y, y-точка равняется минус g. И давайте посмотрим, как будет выглядеть, скажем, как будет выглядеть траектория для такой системы дифференциальных уравнений. Но эту систему мы можем просто явно решить. y кt равняется... y кt чему равняется... минус g от t плюс константа? Да, минус g от t. Давайте я скажу просто, что это, допустим, плюс y к 0. И тогда x от t выражается просто интегрированием этой штуки. интеграл от t0 до t минус g tau плюс y0 по d tau. Давайте плюс какой-то x0. И что у нас тут получается? Минус g т квадрат пополам. Плюс y0t. Ну и дальше еще нужно там... Давайте я напишу просто плюс константу, потому что мне неохота разбираться, что там происходит с нижней границей интегрирования. Значит, вот какая-то такая штука получается. И... Нет, ну, собственно говоря, должно быть, на самом деле, плюс x0. Но нет, не должно быть плюс x0, потому что у меня это 0 непонятно какой. Давайте я просто скажу, что пусть у меня это 0 равняется 0 для простоты. Значит, пусть у меня есть начальное условие. x в 0 равняется x0, а y в 0 равняется y0. Тогда все будет верно. Тогда просто у меня вот этот интеграл будет от нуля. И тогда все будет правдой. Вопрос. Как выглядит... Значит, выглядит траектория в фазовом пространстве? Нет. Значит, у меня есть фазовое пространство. Это пространство x, y. И как выглядят траектории нашей системы в этом пространстве? Значит, если не смотреть совсем подробно, то давайте смотреть, что происходит со временем. Значит, вот у меня время увеличивается. Как меняется y в зависимости от времени? Какой характер изменения? Линейно. Линейно. А как меняется x в зависимости от времени? Квадратично. Квадратично. Значит, как меняется x относительно y? То есть я, в принципе, мог бы... Я мог бы выразить t через y, подставить это t вот сюда вот, и у меня зависимость x от y дала бы мне какую-то параболу. Ну, давайте посмотрим. Это парабола ветвями куда? Вверх или вниз? Вверх или вниз? Ну, на самом деле, она ветвями вниз, потому что здесь минус g, а даже если у меня здесь будет знак минус где-то внутри этого квадрата, это ничего не поменяет. Давайте посмотрим, а где будет вершина у этой параболы? Ну, тут, кстати, кажется так, с хода без вычисления тоже чуть сложнее сделать. Ну, давайте я просто... Ну, вот нет, потому что, когда мы сюда подставим, когда мы вот сюда вот подставим вот этот вот y, это фактически будет соответствовать, помимо всего прочего, сдвигу... Значит, поскольку здесь есть вот этот вот плюс y0, это будет соответствовать сдвигу нашей системы координат. Давайте для простоты считать, что пусть у меня y в нуле равняется нулю. Давайте вот такие траектории посмотрим. Значит, пусть y в нуле равняется y0. Где тогда будет вершина параболы? В нуле? В нуле, да. Потому что тут, значит, вот эта вот штука не будет давать никакого сдвига, это будет просто перемасштабирование, просто домножение на константу. И здесь тоже не будет никакого слагаемого страста. Кэффициентом t, поэтому вершина будет в нуле. И на самом деле картинка будет выглядеть так. Ну вот смотрите, допустим, у меня была... Допустим, я стартовал... Значит, у меня y в нуле равняется нулю. А, то есть я нахожусь вот здесь. То есть у меня какой-то x и y нулевой. Что будет происходить дальше? Во-первых, что будет происходить с x? Можно вспомнить про наше исходное уравнение, про смысл нашей, про механический смысл. Значит, вы поднялись на высоту x. x – это у нас сейчас высота, да? И отпустили ваш шарик с нулевой начальной скоростью. Что будет происходить с шариком? Значит, что будет происходить с x? x будет увеличиваться или уменьшаться? Значит, у нас в нашей механической модели ось x направлена вверх. И вот у нас здесь есть шарик. который находится в точке с координатой x от t. Значит, если я его отпускаю, что происходит с x? Или просто шарик? Шарик в плане мячик? Ну да, грузик какой-то просто. Материальная точка. Тогда он падает вниз со скоростью, с ускорением g. Он будет падать вниз, да. То есть смотрите, что это означает? Это означает, что, во-первых, x начнет уменьшаться. Во-вторых, вы говорите, что он будет падать с ускорением. То есть это означает, что что будет происходить с y? Y тоже будет уменьшаться, потому что это скорость. Да, y будет уменьшаться, потому что у нас ось x направлена вверх, а скорость будет направлена вниз. То есть вот так это будет. Ну и поскольку x зависит от времени квадратично, то здесь будет как раз возникать вот такая вот парабола. И если мы в другую сторону достроим, то оно будет выглядеть как-то вот так, вот эта парабола. То есть на самом деле фазовые кривые, они будут выглядеть как вот такие вот положенные на бок параболы. Ну потому что у нас зависимость x от y, а не y от x. И еще обычно на фазовых кривых ставят стрелочку, чтобы показать направление движения. Получается, что фазовые кривые устроены вот таким вот образом. Да, значит, траектории также называются фазовыми кривыми. Это я не сказал, надо было сказать вот здесь. Траектория или фазовая кривая. Вот, то есть на самом деле фазовые кривые сообщают довольно много информации о том, как происходит движение. Они теряют некоторую информацию, потому что ну вот наша интегральная кривая, она содержит полную информацию о том, как у нас динамика устроена. Например, мы знаем, в какой точке, с какой точной скоростью мы движемся, какие точки мы проходим быстро, какие медленно. Фазовая кривая этого не помнит, но, по крайней мере, она помнит, как именно мы движемся. Понятно сейчас построение этих фазовых кривых? Я просто хочу, чтобы было понятно, кто они такие, эти фазовые кривые. Они показывают, как в ходе движения, как меняются фазовые перемены друг относительно друга с течением времени, что у нас происходит. Например, если мы смотрим на вот эту параболу, давайте такой вопрос задам. А вот как поинтерпретировать, если я посмотрю на вот эту фазовую кривую, вот, допустим, у меня было вот такое начальное условие, я стартовал вот отсюда. Что это значит? Что происходит здесь? Какая история? Ну, типа, у нас положительная скорость, то есть мы подбросили, поэтому х растет, он сначала летит вверх, потом начинает вниз падать. Да, совершенно верно. То есть, как бы, вот, если мы стартовали вот отсюда, то это означает, что у нас начальное положение было такое, что начальная высота нулевая, но при этом скорость движения положительная, направленная вверх. И дальше с течением времени видно, что, во-первых, эта скорость линейно убывает по времени. Ну, здесь на картинке не видно, что именно линейно по времени, но, по крайней мере, видно, что она убывает. Высота, наоборот, растет. И растет она до тех пор, пока скорость не окажется равна нулю. В тот момент, когда скорость оказалась равна нулю, она начинает, значит, мы начинаем падать, и дальше падаем все быстрее и быстрее. То есть видно, что просто глядя на вот эту картинку, в принципе, можно восстановить всю историю. Пусть не во всех подробностях. Вот. Хорошо. Давайте теперь я введу еще одно понятие, которое помогает строить фазовые кривые. А именно, давайте мы сделаем такую штуку. Давайте вернемся к нашему уравнению. Х с точкой равняется... Х с точкой равняется... У с точкой равняется минус G. Давайте я задам такой вопрос. Вот если взять какую-нибудь... То есть я хочу взять какую-нибудь точку вот этого графика и отложить от этой точки вектор скорости. Значит, вот этот вектор – это вектор X с точкой от T, Y с точкой от T. Что мы знаем про этот вектор скорости? Как связан этот вектор скорости с вот этой кривой? Значит, мы движемся по вот этой фазовой кривой, и вот тот вектор, который я отложил, – это вектор скорости. Точки, которые движутся по этой фазовой кривой. Это касательно. Это касательно, да. Ну, понятно, что это, так сказать, определение скорости. Ну, как бы можно сказать так. Что такое вот эта вот штука? Х с точкой, Y с точкой. Это, значит, нам нужно взять момент времени T, момент времени T плюс ΔT и вычесть одно из другого. Вот если я вычету одно из другого, то я получу в точности секущую для вот этой вот кривой. А потом, если я устремляю ΔT к нулю, то я получу как раз касательно. Ну, то есть вот на самом деле я вектор скорости нарисовал не очень удачно, что он должен быть именно в направлении касания. Как-то вот так. То есть, смотрите, что получается. Значит, в любой момент времени и для любой траектории вектор x-точка от T, y-x-точка от T касается траектории, проходящей через эту точку. Согласны? Вот, и поэтому можно действовать таким образом. Как мы уже однажды действовали, мы однажды рисовали поля направлений, а сейчас мы нарисуем похожий объект для автономных систем. А именно, давайте мы через каждую точку фазового пространства проведем вектор скорости, которая должна иметь наша точка, если она будет двигаться по траектории и будет проходить через вот эту точку фазового пространства. Да, ну вот давайте, для примера, действительно возьмем вот эту систему и давайте попроводим там соответствующих векторов. Вот, например, значит, пусть у меня здесь будет x, здесь будет y. давайте я возьму точку, например, вот такую вот. Вот эту точку, это точка 1.0. Как направлен вектор скорости в этой точке? Ну, можно просто посмотреть на вот это уравнение и просто подставить эту точку сюда. Что получится? Значит, какой здесь будет вектор. Значит, точка 1.0. И, соответственно, я должен просто... Давайте я скажу, что вот это у меня z равняется v. z точка равняется v от z, z, а v от z это, соответственно, y минус g. Если я взял вот такую точку, у нее есть координаты 1.0, я их подставляю вот сюда, в мою правую часть моего дифференциального уравнения и получаю некоторый вектор. Это и будет вектором скорости, просто в силу дифференциального уравнения. Это будет вектором скорости для решения, которое проходит через эту точку. Чему он равен? Ну, давайте скажите. Ну, 0 минус g. 0 минус g, да. То есть он торчит вниз. Вот такой вот он торчит вниз. 0 минус g. Ну, а давайте еще какую-нибудь точку возьму. Вот если я вот эту точку возьму, какой будет вектор? Да. Да, такой же. Такой же, да. На самом деле видно, что у меня уравнение устроено так, что оно вообще не зависит от x, правая часть. Ну, хорошо, давайте возьмем точку с каким-нибудь другим у. Вот, допустим, если я возьму точку какую-нибудь вот такую, скажем, эту точку, ну, допустим, давайте повыше чем-то возьму, 2, 0. Как здесь будет вектор торчать? 0, 2. 0, 2, да. Значит, как вектор будет торчать? Значит, его x-овая составляющая равна y, то есть он будет по горизонтали у нас будет 2, ну, а по y будет такой же минус g, как и во всех остальных точках. Будет какой-то вот такой вектор. Ну, и понятно, что дальше эта штука будет как-то так устроена, что чем ниже, тем этот вектор будет все более и более вертикальным, а потом он вообще будет загибаться в другую сторону, как-то вот так будет проходить. Ну, и если таких векторов побольше построить, как-то вот так, давайте я схематически нарисую немножко. Значит, у нас есть вот такие вот векторы вниз торчащие, у нас есть вот такие векторы, торчащие почти вниз, у нас есть вот такие вот векторы, торчащие менее вниз, у нас есть вот такие вот векторы, торчащие налево, есть такие векторы, торчащие еще более налево. Вот, ну, в общем, видно, что действительно, если я сейчас хочу нарисовать фазовую кривую, то в каждой своей точке она будет касаться вектора векторного поля, который в этой точке нарисована. Да, значит, вот эта вот штука, она называется векторным полем. Примерно в этот момент обычно у студента, который изучает дифференциальное уравнение впервые, начинает немножко кипеть мозг, потому что у нас есть огромное количество новых понятий, и не так-то просто во всем этом не запутаться. Значит, смотрите, у нас были неавтономные уравнения, и мы рисовали для них картинки в расширенном фазовом пространстве, и рисовали поля направлений, и рисовали интегральные кривые. Теперь, если у нас есть автономные уравнения, то в некотором смысле мы можем в какой-то мере забыть про время, поскольку с течением времени у нас не меняется закон, по которому развивается динамика. И поэтому можно все спроектировать на фазовое пространство и получить новые объекты, которые похожи на то, что мы уже обсуждали, но все-таки немножко другие. А именно можно получить фазовые кривые, они же траектории, и можно получить векторное поле. Это как бы штуки, которые относятся к автономным уравнениям, и живут они в фазовом пространстве, а не в расширенном фазовом пространстве. Как? Задайте какой-нибудь вопрос. Как было? Не, ну в целом суть и слайд не очень ясно, как из этого получить решение. А, как из этого получить, да, какую пользу из всего этого можно извлечь? Я сейчас покажу, какую пользу можно извлечь. Смотрите. Значит, давайте я сформулирую теорему, которая позволяет нам находить фазовые кривые связи автономных и неавтономных уравнений. Давайте мы рассмотрим такие две штуки. Значит, рассмотрим систему. x-точка равняется f от x, y, y-точка равняется g от x, y. И уравнение d, y по d, x равняется g от x, y разделить на f от x, y. Значит, давайте смотреть. Слева написана автономная система из двух дифференциальных уравнений. Значит, сейчас я считаю, что у меня x от t – это одномерная штука, и y от t – тоже одномерная штука. Да, то есть слева написана автономная система с двумерным фазовым пространством. А справа написано неавтономное уравнение, потому что у меня здесь, поскольку у меня написано dy по dx, то x играет роль времени. Мы дифференцируем по x в левой части. Поэтому x играет роль времени, и поэтому вот это уравнение неавтономное. Вот это автономная система и неавтономное уравнение. Значит, утверждение такое. Пусть у нас есть какая-то точка x0, y0 такая, что… Нет, ниже, f. f от x0, y0 не равняется нулю. Тогда в окрестности точки x0, y0 фазовые кривые… Давайте как-нибудь эти системы пронумерую. Вот это система 2, а вот это уравнение 3. Значит, фазовые кривые 2 лежат на… линиях уровня, а лежат на интегральных кривых системы 3. Значит, это такая теорема, я сейчас не буду ее доказывать совсем аккуратно, но я попробую продемонстрировать главный механизм, почему она работает. Прошу прощения, можно вопрос? Лежат… Вот одни кривые лежат на других. Это значит, они совпадают или что? Не совсем. Там может так оказаться, что… Может так оказаться, что у нас вот здесь… Значит, может так оказаться, что интегральная кривая вот этой вот штуки состоит из нескольких фазовых кривых вот этой штуки. Поэтому я написал чуть более аккуратно, лежат на… Является подможеством. А, окей. Вот. Значит, давайте посмотрим, как все это работает. Давайте возьмем… Нарисуем картинку для системы 2. Значит, вот у нас есть фазовое пространство x, y. И здесь есть векторное поле, которое соответствует нашему… Значит, нашему уравнению нашей системе 2. То есть через каждую точку… Вот здесь есть произвольная точка какая-нибудь x1, y1. И тут отложен от этой точки, отложен вектор, соответственно, f от x1, y1, g от x1, y1. И так для каждой… И так для каждой точки. Может быть, кстати, я зря перестраховался. Локально-то они, наверное, все-таки совпадают. Так что можно было бы сказать, просто совпадают в этой окрестности. Но неважно. Дальше. Вы имеете в виду то, что… Вы имеете в виду то, что получается образ этой кривой лежит на… Ну, то есть они совпадают. Совпадают, да. Ну, то есть фазовая кривая – это кривая в пространстве x, y. Фазовая кривая вот этой штуки. А интегральная кривая вот этой штуки – это тоже кривая в пространстве x, y. Поэтому можно говорить о том, что это одни и те же кривые. Но давайте смотреть, почему это именно, что одни и те же кривые. Значит, давайте я здесь возьму ту же самую точку x1, y1. И вопрос. Как устроена прямая из поля направлений, которая проходит через эту точку? Какой у нее наклон? Касается вот этого вектора f от x1, y1, ну и так далее. Да, почему он его касается? Какой у него наклон у этой прямой? Значит, он задается вот этой системой. А, ну да, как раз просто g делить на f. g делить на f. Да, значит, g от x1, y1 делить на f от x1, y1. Значит, это угловой коэффициент, это k. И так про каждую точку можно сказать. И теперь действительно ключевой момент такой. Как связаны векторы, которые нарисованы слева, векторы векторного поля, с вот этими прямыми из поля направлений справа? Один тот же наклон. Один тот же наклон, да. Если посмотреть на наклон вот этого вектора, если посмотреть напрямую, который содержит этот вектор, то понятно, что поскольку у этого вектора горизонтальная компонента – это вот эта f, а вертикальная компонент – это вот эта g, то если я хочу узнать угловой коэффициент, то есть тангенс угла наклона, я должен поделить g на f. То есть ровно то же самое, что здесь происходит. А с другой стороны, мы знаем, если посмотреть на правую картинку, мы знаем, что там решениями являются те кривые, которые в каждой своей точке касаются вот этих самых прямых из нашего поля направлений. А с другой стороны, если мы посмотрим на левую картинку, то мы знаем, что здесь фазовыми кривыми являются кривые, которые касаются в каждой своей точке соответствующего вектора. Но коснуться вектора и коснуться прямой, который содержит этот вектор, это одно и то же. И поэтому эти кривые должны совпасть, никуда не денутся. Скажем, вот эта кривая, она однозначно задается просто потому, что есть теремосуществование на решение дифференциального уравнения. И мы знаем, что вот здесь вот, вот те кривые, которые касаются в каждой своей точке соответствующего направления, что она задается однозначным образом. Ну, там, если задать, через какую точку она проходит. Вот, я потребовал вот это вот условие, просто иначе у меня есть возникнуть проблема с делением ноновой. И если вот это условие выполняется, то, по крайней мере, это означает, что у меня вот здесь вот, по крайней мере, в окрестности интересующие меня точки, все направления определены, и вот это соответствие работает. Как верите в эту теорию? Можно еще раз, в чем фундаментальная разница между системой и уравнением? Ну, смотрите. Когда бы... Вот в левой части у меня написано системы из двух уравнений. То есть у меня есть две функции x и y, которые зависят от t, и у меня вот такая вот штука. x от t, значит, на x и на y есть свое уравнение, правая часть которого зависит от обоих, и от x и от y. Вот, то есть здесь есть зависимость от времени. Вот в этом уравнении роль времени берет на себя переменный x. Поэтому здесь возникает неавтономное уравнение. Но понятно, что на самом деле эти две штуки, они ужасно похожи друг на друга. Ну, собственно говоря, настолько похожи, что фазовые кривые вот этой штуки совпадают с интегральными кривыми вот этой штуки. Но формально это разные математические объекты. Например, фазовое пространство вот здесь одномерное. Это только y. То есть в примере, который мы рассматривали, там была система, но уравнений у нас там не было. Да, значит, если мы хотим вернуться вот к этому примеру, то соответствующее уравнение как будет выглядеть? Значит, x-точка равняется y, y-точка равняется минус g. Тогда соответствующее уравнение, dy под x, это будет что такое? Значит, мне просто нужно поделить правую часть одну на правую часть другую, минус g на y. Но давайте я вам лучше другой пример покажу, который в большей степени показывает полезность всего этого инструментария. Давайте рассмотрим осциллятор. Вот такое вот уравнение. Там можно написать, x двумя точками равняется минус kx, но мне сейчас хочется просто рассмотреть именно такое уравнение. И давайте посмотрим, что можно про него сказать. Значит, ну, во-первых, его можно сразу записать в виде вот такой системы. Да, но если я вас спрошу, что будет решением вот этой системы, как найти зависимости x от t, y от t, ну, в общем, так сходу и не ответишь, если не знать. Но давайте применим вот к этой системе, давайте применим ту теорему, которая была выше. Значит, давайте запишем уравнение, которое здесь возникает. Что тут в правой части будет? Ну, минус x делить на y. Минус x делить на y, да. А теперь скажите, вы вот такие вот уравнения умеете решать? Метры делящиеся переменные. Метры делящиеся переменные, да, обсуждали на семинарах. Давайте решим. Значит, что получается? dy умножить на y равняется минус x умножить на dx. Теперь нам нужно все это проинтегрировать. И получается, что y квадрат равняется, ну, окей, y квадрат пополам равняется минус x квадрат пополам плюс константа. Или по-другому это можно переписать так. Давайте я все умножу на 2. Константа превратится в какую-то новую константу, ну и ладно. x квадрат плюс y квадрат равняется константа. Теперь вопрос. Как выглядят фазовые кривые нашего уравнения? Окружности? Да, окружности, конечно. Давайте теперь вернемся к нашему исходному уравнению. Значит, у нас x точка равняется y, y точка равняется минус x. Как нужно стрелочки расставить на этих окружностях? Как происходит движение? Значит, можно посмотреть на наше уравнение, взять любую точку на окружности, например, вот эту вот точку, и отложить вектор, который в этой точке начинается. Значит, какой будет вектор, скажем, вот в этой точке? Куда будет смотреть? Вправо или влево? Значит, y положительный, x точка равняется y, он будет смотреть вправо. Вот так вот. Поэтому здесь все стрелочки будут вот такими. Можно вопрос? Вы просто сказали, что эти окружности – это фазовые кривые. Это же, ну, можете я что-то путаю, это же интегральные кривые, да? Ну, в смысле, это уже кривые, которые решением являются. Смотря для какой системы. Значит, вот для вот этой системы – это интегральные кривые. То есть вот для этого уравнения – это интегральные кривые. А если мы вернулись к нашему исходному уравнению на x и y, к исходному уравнению осциллятора, то это фазовые кривые. А, ну да, ну и суть в том, что они как раз совпадают. Да, конечно. Вот, ну, собственно говоря, что такое осциллятор? Например, это вот какая-то такая система, да, у вас есть такой грузик на пружинке. И вот у него есть какое-то отклонение от положения равновесия, и это отклонение есть наш x. И давайте посмотрим на вот эти вот интегральные кривые. Что они показывают? Ну, вот, например, был я вот здесь. Это что означает? Значит, у меня положительный x, то есть я отклонился в положительную сторону от положения равновесия. И у меня нулевой стартовый y. Что происходит дальше? Значит, вот я двигаюсь по фазовой кривой. Что происходит с точки зрения механики? Грузик стремится к равновесию. Грузик стремится к равновесию, и при этом он набирает скорость. У нас скорость по модулю увеличивается, становится отрицательной. То есть он движется все быстрее и быстрее. Потом он проскакивает здесь в положение равновесия. После этого он начинает замедляться. Дальше он замедляется и замедляется до тех пор, пока не дойдет до того же самого отклонения, которое было изначально, вот здесь. До того же отклонения в другую сторону. Потом он начинает, наоборот, двигаться вправо, постепенно ускоряясь. Так он ускоряется до тех пор, пока не дойдет до основы, до положения равновесия. А потом все повторяется. И вот такое круговое движение, движение по кругу, это соответствует с нашей исходной точки зрения, это соответствует именно колебанию. То есть на самом деле, в некотором смысле, никаких колебаний не бывает. Бывают вращения в фазовом пространстве, если это правильное фазовое пространство. А то, что мы воспринимаем как колебание, это проекция этого вращения на одной из оси. Вот, собственно говоря, то, что я сегодня хотел рассказать. Есть ли какие-нибудь еще вопросы? Значит, собственно говоря, вот этот прием, который мы сейчас здесь проверили, мы его сейчас будем постоянно использовать. То есть у нас будет постоянно такая история, что у нас есть система из двух дифференциальных уравнений. И мы хотим посмотреть, как выглядят фазовые кривые. Для этого мы переходим к соответствующему неавтономному уравнению. С помощью какого-то приема, например, метода разделения переменных или еще чего-нибудь его решаем. И за счет этого получаем возможность построить вот этот вот набор фазовых кривых или фазовый портрет. И дальше, анализируя фазовый портрет, мы можем понять, как устроена динамика. Заметьте, что мы здесь не нашли явную зависимость х от времени и у от времени. Вот весь этот анализ, он не дает нам ответа на вопрос, как устроены х от Т и у от Т. Но, по крайней мере, он позволяет проследить, как устроена динамика качества. Вот. И как оно? Давайте задайте какой-нибудь вопрос. Нет? Все? Совсем нет вопросов? Не, ну выглядит довольно мощно на самом деле, надо обдумать это. Ну, в целом, вроде понятно все, да? Да, надо просто переварить это все дело. Хорошо. Ну, значит, на семинаре еще потренируетесь. Я говорю, что это некоторая стандартная техника. И вы будете довольно много с ней тренироваться. Но я надеюсь, что основные идеи должны быть понятны. Ну, хорошо. Ну, все тогда на сегодня. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. Продолжение следует.